Добрый вечер всем! Сегодня у нас 21 июля 2023 года. У меня на часах не скажу сколько, потому что часы остановились. Но я думаю, где-то, наверное, часов 11, мне так кажется. Странно, у меня часы стоят, видимо, батарейка закончилась. Ну ладно, не важно. Хотя бы не буду смотреть на свои часы. Ну и, в общем-то, знаете, хотела немножечко пораньше сегодня тоже. Ну, как обычно у меня, ведь что, думаю, после пикника. Выйду пораньше в эфиры, потом, значит, думаю, так, поспланировала. Пойду смотреть мой фильм «Чужую страну», сериал. Вот, в общем, так все с Израилюком проговорили, просидели. В общем, пообсуждали, как говорится, наш пикник. Ну и, в общем-то, пошла, как говорится, прихорашиваться к зеркалу. Это вот такие у меня, знаете, планы, как говорится, были Наполеона. И, в общем, шучу, к зеркалу пришла прихорашиваться, присмотрела. Что-то такое тут промелькнуло у меня на полу, думаю, господи, что это там такое. Потом с ужасом увидела, там, знаете, бежит такой громаднейший. Вот не верите, не верите. С полруки, с половину моей руки, ну, с лапами, конечно, паучища, знаете, прямо здоровенный черный паук. Ну, боже мой, пока я тут за ним гонялась с пылесосом, побежала, скорее, за пылесосом. У меня Жанюк, у него вообще фобия, он их очень боится. Вот, ну, я, конечно, тоже их боюсь. Они еще меня и кусали однажды, ужасно сильно меня укусил. Больно было, просто, знаете, как иголка меня кольнула. А вот, потом такой, ну, след от него, с шрам, хотел сказать, от укуса остался. Короче говоря, как бы не понаслышке, зная, что это такое, это ужасно, что-то ужасное и противное. В общем, прогонялась за ним с пылесосом, то есть надо было его изловить, поймать. Я так это, знаете, затаилась, притихла с этим шлангом пылесоса. Ну, короче говоря, благополучно я его поймала. Убить я не могу, потому что так противно, там, допустим, растоптать или шлепнуть. Это я не могу, просто даже физически не могу, потому что очень противно пылесосом. Я его все-таки засосала. Ну, я начала его засасывать пылесосом. У меня Жанюк, смотрю, уже бежит со второго этажа, говорит, что, что случилось. Ну, он понял, потому что мы обычно так вот ночью пылесосом ловим, ну, вечером пауков. Знаете, у них такая манера, у этих дурацких пауков, в это время вот года они начинают появляться. Ну, где-то ближе к сентябрю, ну, правда, еще до сентября далековато. Но вот во второй половине лета вот они тут выползают, появляются. Особенно, когда прохладно, они любят тепло, как мне Жанюк пояснил. В общем, такие ужасные, короче говоря, гады, наверное, не знаю, как их еще и назвать. Ну, вот такие вот дела. Два слова скажу о нашем пикнике. Ну, мы сегодня, знаете, на пикнике провели время, ну, естественно, с друзьями, когда хорошие люди. А это, конечно же, знаете, такое, ну, в общем, расслабились полностью. Снимать, конечно, не стала, потому что, ну, они против, чтобы я их снимала. Вернее, ему-то все равно, а его жена, она как-то, ну, ей не очень хотелось, чтобы я их снимала. Я не стала, знаете, настаивать. То есть природа там отличная. Мы на берегу, прямо у нас столик был на берегу, там, ну, озеро такое красивое, ну, как река, она такая, знаете, длинненькая, красивая. Природа, лес. В общем-то, Райка у меня на такой длинном-длинном поводке бегал. Ну, мы его привязали, чтобы он не убежал так, потому что и с собаками тоже ходит и прочее. Ну, он у меня доброжелательная собачка, в общем, так хорошо ему там было. Он, собственно говоря, был два длиннющих-длиннющих поводка у него, он был, были такие длинные-длинные. Он там у меня бегал, значит, везде. Ну, мы еще в целях того, чтобы привязали, в таких целях, чтобы он к столу не прыгал. Он, потому что совсем у меня, знаете, избаловался Жан-Люк, его прямо избаловал своей любовью. И на стол, значит, стал забираться. Ну, в каком плане, смотрит все это, голову ложит, ну, и попрошайничать начинает. А это очень нехорошо и некрасиво, когда собака так себя ведет. Вот, короче говоря, вот такие дела. Потом тут девочки подошли, ну, подростки спросили, можно ли его погладить. Так он давай с ними целоваться, прямо их облизывал. Он добродушная, добрая собака. Одна девочка была, видимо, ну, немножечко инвалид, потому что, ну, что-то типа особенный ребенок. Вот, и, короче говоря, подросток. И тоже с ней, ей очень понравилось, она его гладила. В общем, короче говоря, он у меня там общался тоже. Потом собаки тут, англичане, потому что по-английски с собаками разговаривала женщина, англичанка. Ну, и Райка, конечно, тоже обрадовался. И с собакой еще пообщался. Такой большой пудель, знаете, тоже добродушный довольно-таки. Сначала один прошел, потом второй пудель. Короче говоря, общался у меня собачий ребенок, ну, со всеми с кем можно. Вот. Ну, а мы с подругой и с нашим другом-ресторатором, в общем, тоже сначала мы кулинарными, так скажем, нашими, ну, хвастались. Ну, по-хорошему, естественно, я, что я приготовила, показывала, ну, рассказывала. Это вот мои, там, допустим, кулинарные какие-то там, как же это сказать-то, творения, так скажем. Потом он мне показывал, что он там придумал какой-то новый салат, еще что-то. Короче, обменивались, в общем-то, нашими всякими вот этими блюдами. Вот, я как раз свой торт, тарт, как это по-русски сказать, пирог, наверное, открытый пирог из шпината. Вот у меня остался, я его взяла на аперитив. Ну, очень понравилось, прямо с удовольствием. Они, говорит, такой вкусный пирог получился. Я говорю, видишь, Жанлюк. Самое интересное, что у меня Жанлюк тоже вместе с ним ел. Вот, наравне причем. И уже последний кусочек они даже поделили на две половины. Понимаете, вот такой у меня Жанлюк. Видимо, он вредничает только тогда, когда он со мной. Вот, получается так. Капризничает. Вот. Ну, и с подругой тоже, ну, наговорили, знаете, прямо от души. Уже приехали где-то часов 7, наверное, 8. Но говорили о книгах, о музыке немножко говорили. О чем же мы, о людях, о каких-то наших общих знакомых. То есть у нас такие разговоры были, знаете, ну, обо всем и ни о чем. Все, что можно было. Ну, чем мы дома занимаемся, какие у нас интересы. Она, конечно, постарше меня. Вот. Ну, энергии немножечко уже поменьше, чем у меня. Но очень хороший человек. Вообще не очень легкий. В общем, еще, когда уже, ну, наговорились, разъехались. Как я уже сказала, уже домой приехали. Часов, наверное, ну, мне кажется, уже в восьмом часу или где-то 8. Что-то даже я и на часы-то не посмотрела. Сама все на часы поглядываю. Часы у меня не работают. Так вот, короче говоря, в общем, отдохнули очень хорошо. У меня Жанрюк вообще довольный, преддовольный. Все так было здорово, все так классно. Вот, в общем, спокойно. Вот именно вот такая спокойная, спокойный разговор. Взяли игры. Они взяли свои какие-то игры. Ну, он взял свои, но никто играть не захотел. Они просто пошли потом погуляли. Собаку взяли и, значит, с другом, ну, с нашим пошли гулять. А мы с подругой остались, за столом еще посидели, поговорили обо всем и ни о чем. Ну, в общем, короче говоря, время прошло очень быстро. Мы даже не заметили, как прошло время. А вот. В общем, на природе, конечно, очень хорошо. Во-первых, когда еще такая природа красивая, когда воздух чистый, короче говоря, было здорово. Вот так вот пришел наш сегодняшний день. Ну, что хочу сказать. Тоже прочитала все комментарии, уже поздненько прочитала сейчас. Вот не так давно я начала тут отвечать, смотреть, пролистала вам вас. Ну, спасибо вам большое. Ну, что я могу сказать по поводу и комментариев, и, в общем-то, про неопознанные летающие объекты хочу немножечко добавить. То, что вот я видела, потом у нас вот еще, ну, люди некоторые пишут, видели. Потом, значит, и Ольга из Сибири написала, что тоже что-то видела. Знаете, ну, сказать, что это инопланетяне или непланетяне, или еще кто-то, это, знаете, как неизвестно. Просто было что-то такое, что оно из рамок, так скажем, ну, нормального, вот на нашей земной, так как говорится, по нашим земным меркам, по нашим таким, по нашим, как говорится, знаниям, это что-то из ряда вон выходящее. Вот и все. А что это такое? Я, конечно, не утверждаю, что вот прямо инопланетяне спастились, приехали. Ну, что-то было такое, что действительно нас, ну, всех удивило. Вот я видела, что это не звезда. Точно, что это не самолет. Точно, что-то, что-то такое зависло, а потом куда-то, как говорится, девалось, за облака скрылось. Вот. Что такое было, я не знаю. И тоже люди видели, которые писали и в интернете, и прочее, тоже, говорит, что-то, что не поняли, что это такое. Ну, точно уж не звезды. Звезды так быстро не исчезают. Самолеты тоже не зависают. Вот так вот. Так что не все-то мы в нашем мире еще и знаем, и можем объяснить. Дальше. Ну, буду, наверное, потихонечку, там у меня вопросы появились, хотя вроде бы эти вопросы я уже несколько раз отвечала, но все равно я еще раз, значит, про французскую кухню, так скажем, это я отложу, потому что мне нужно подумать хорошенько, потому как в каждом регионе свои тут, знаете, вкусовые, так скажем, пристрастия. Я про нашу расскажу, вот про наш регион, что я знаю и что я вот общаюсь, так как у меня у нас друг, уже сто лет в обед мы его знаем, ресторатор бывший на пенсии. Естественно, он-то знает все про рестораны и про пристрастия, так скажем. Французов, вот местных тут наших, самых настоящих французов, потому что он из настоящих. Вот, родился и вырос тут, вот как раз здесь, в Андрея. Ну, а вопрос был еще о стоматологии во Франции. Я тоже много раз об этом рассказывала, но и понимаю, что люди как бы смотрят то, что вот как бы свежие выпуски, тоже понимаю. Ну, я несколько еще раз так расскажу, вот немножечко об этом, потому что вопрос такой, ну, на мой взгляд, он, конечно, тоже, как и везде, наверное, больной вопрос о зубах. Ну, что можно сказать о стоматологии? Как везде, не знаю, как и сейчас в России, про это я говорить не буду, и как в других странах тоже трудно сказать, потому что, ну, пишут люди, что тоже такие проблемы, как у нас имеется в стоматологии, найти хорошего доктора, как и везде, как и все мы люди, это большая проблема. И стоматологов тоже. Во всяком случае, в нашем регионе это можно искать, искать, и не найдешь. Еще, знаете, не берут больше новых пациентов и клиентов, не берут. Вот при мне было, что не взяли человека. Женщина просилась, спросилась, сказали, нет, мы взять вас не... Она говорит, ну, что делать, зуб скололся там, что-то еще случилось. Не берут. Нет, говорит, места. Вот. Все это по знакомству. Вот я уже рассказывала, что наши соседи, у них дочь стоматолог, мы попросились, она нас приняла. Если бы они не были нашими знакомыми, она новых пациентов, клиентов не берет. Она так сказала, я не беру. Вот. А нас уже только по блату, так скажем, взяли, как новых пациентов. Бывшая наша стоматолог, которая раньше очень долгое время обслуживала Жанлюка, ну, она тоже находится в Ларошель, потому что Жанлюк же из Ларошеля у меня жил раньше там, и все доктора были там, а сейчас мы так медленно переезжаем, так скажем, в наш лесон, тут в наше вот окружение лесона и ищем докторов. Ну, и, в общем-то, и она нам еще и не очень понравилась, хотя Жанлюк к ней ходил долгие-долгие годы. Но, вы знаете, тоже такая проблема, как вот, я тоже рассказывала, еще раз повторюсь, она в моем зубе забыла ватку. Вот, представляете, вот прямо вот стали мне тут лечить, и с ужасом обнаружили, что в зубе прямо ватка забытая. Вот, представляете, вот из-за этого у меня, конечно, нужно было, ну, снова зуб залечивать. Вот, вот такая, ладно, хоть не воспалилась, слава Богу, потому что, ну, я хожу каждый год к стоматологу, ну, чтобы, чтобы отбелить зубы. Я уже об этом как бы и рассказывала. У нас тут это входит в страховку. У нас же есть страховки, как все знают, что у нас страховка есть государственная, и есть страховка еще вторая. Это уже мы сами ее покупаем государственная. она получается нам бесплатно, как бы, ну, за счет государства. Там часть оплачивается лечение, допустим, зубов, да, если о зубах будем говорить. Ну, и вторая часть доплачивается из нашей личной страховки. Вот, то есть, ну, получается, когда мы ходим, у нас вроде как Жан-Люк 100%, он ничего не оплачивает, потому что у него там есть некоторые льготы по его заболеваниям. А у меня, значит, он оплачивает, а потом ему рамбурсируется то, что он, то есть, ну, возвращается по страховке то, что он оплачивает. То есть, за лечение зубов, за их отбеливание, за пломбы, здесь ничего, ну, не берут. У нас, во всяком случае, у меня еще ничего не брали. То есть, ну, больше, чем страховка. Вот, но страховка, она ежемесячная, то есть оплачиваем мы ее ежемесячно. Вот, ну, это все вот лечение зубов как бы входит в эту страховку. Но, насколько я знаю, сама я с этим не сталкивалась. Чфу-чфу-чфу, пока-пока. А Жан-Люк тоже пока-пока не сталкивался с этим. Короче говоря, ставить зуб там или еще что-то, это уже идет отдельно от страховки. Там это уже отдельно. И люди, как правило, я знаю, что все, кто русскоязычный, как правило, ездят лечить зубы к себе на родину. Ну, там, где кто живет. Ну, а здесь это дорогое-пидорогое удовольствие. В всяком случае, чтобы очень хорошее, красивое такое сделать, это здесь очень и очень дорого. Вот. Дальше. Что хочу сказать? Просто говорю то, что из моего опыта. Где-то, может, с кем-то что-то по-другому. У меня лично свой опыт. Есть такие кабинеты здесь у нас, где очень все старое оборудование. Вот действительно старинное какое-то оборудование. Есть кабинеты. Вот мы попали в последний раз по блату, так скажем, куда нас определили, куда нас взяли. Скажем так, потому что действительно это по блату, по знакомству. Туда, значит, там оборудование все абсолютно новое. Вот. Там рентген тут же и два рентгена было. В общем, короче говоря, все абсолютно. То есть пришли нам сразу сделали, так скажем, рентген нашей челюсти. И второй рентген уже она делала у себя в кабинете. Значит, те зубы просматривала, которые нужно лечить. То есть как лечить и что лечить, она смотрела на компьютере. То есть там прикусываешь что-то такое, ну, она дает, прикусываешь, ну, какая-то одноразовая там, в общем, такой, одевается что-то, туда вставляешь. И на тот зуб, который будут лечить, она смотрит на компьютере, как его нужно залечить правильно. То есть вот такое оборудование. До этого мы ходили там, знаете, старых, как говорится, царей. Вот. Мне и дочка также ходила. И когда говорит, господи, я еще такого, таких старых машинок, я еще сроду говорить не видела. У нас уже там, мында, но их таких и нет. То есть, знаете, это все зависит от того, какая клиника, наверное, сколько денег затратили на оборудование. Ну, какой бюджет, наверное, у этих частных клиник. Короче говоря, вот так вот. Вот такие вот дела у нас со стоматологией. То есть, опять же, хочу повториться и хочу сказать, что это все опять зависит от клиники, от доктора, ну, и, в общем, от его умения. Вот. По ценам, по ценам я уже тоже сказала, что оно получается за счет страховки. То есть даже самая минимальная страховка у меня, допустим, моя страховка, она минимальная. Она как бы, ну, самый такой минимум. И по этой минимальной страховке получается, что вот за простое лечение зубов пока я ничего не плачу. Вот. Сколько можно, сколько нужно ждать, допустим, ну, встречи с доктором? Ой, тоже, знаете, такая интересная тема. Мы, когда записываемся, ну, вот к своему доктору, допустим, да, вот до того, как по знакомству их, по знакомству мы очень быстро попали. Где-то, ну, недели-две подождали и нас уже записали. До этого мы к своему доктору, которому были прикреплены, ходили. Там, значит, тоже как-то, ну, записываешься, тоже недели-две, ну, три, может быть, надо ждать. Вот так. С болью то же самое приходится ждать. Люди иногда бывают с болью. Во всяком случае, у нас здесь так. Как-то у меня уже Люка заболела там что-то где-то. Он позвонил или откололась, или заболела, я уж что-то не помню. Позвонил тут в местный, в местный начал звонить, что возьмите меня быстро-срочно, у меня там что-то болит и прочее. Отказали, представляете, отказали. Нет мест. Он говорит, так у меня болит. Отказали. Пришлось опять звонить туда, где он был прикреплен опять. В общем, короче говоря, ну, нашли ему там часы время, где-то через неделю, вот. Было и такое. Дальше. Вот у меня лично вот сейчас есть такое, ну, некоторая проблема. Нужно там кое-что тоже смотреть, залечивать. Но так как я по знакомству сходила, она мне говорит, вот это я тут не могу, потому что там какой-то нерв обнаружился, который трогать нельзя. И если говорить там трогать, то может челюсть парализовать. Короче, вот так мне объяснила. Я говорю, ладно. Она дала мне именно клинику, где такими делами занимаются, ну, в большом, более большом городе. Ну, мы туда позвонили, прочитали ей все, что там написал, значит, доктор. И что вот нерв нужно очень осторожно тут какое-то лечение проводить. На что нам сказали, да, конечно, ну, вроде как это срочно все, но это будет только через два. То есть запись была только на октябрь, вот. А если там еще какому-то другому доктору, потому что к тому, которому меня записали, у него, ну, совсем не французская фамилия, ну, совсем. Я так подозреваю, это доктор какой-то, ну, далеко не француз, вот. Даже далеко не из наших стран. Короче говоря, ну, я его видеть не видела, но по фамилии, по имени, это уж точно очень даже не француз. То есть, видимо, не очень к нему хотят записываться, мне так кажется. И она еще и переспросила, говорит, ну, если вот к этому доктору, то тогда на октябрь. Ну, а если вот там какому-то другому, то тогда в конце ноября, в декабре только. Там другой уже с французской фамилией. Ну, мы пока вот записались на консультацию вот к этому в октябре. Посмотрю я, что за доктор, что он мне там скажет. Вот, понравится мне он, не понравится, не понравится, не пойду к нему. Ну, мало ли, всяко бывает. Ну, мы, правда, спросили, а что он, доктор плохой, почему вы говорите к другому или к этому? А она говорит, нет, нет, все доктора хорошие. Ну, знаете, как надо опять же смотреть. То есть, видите, какие длительные, длинные сроки здесь у нас. Вообще к докторам попасть у нас проблема. Ждать приходится очень и очень долго. Я уже сказала, что вот Жанюк у меня с сердцем, каждый, каждый, значит, год обязательно проходит. Ну, вот эти вот сердечные, так скажем, кардиолога, короче говоря. Вот, так в этом году должен был пройти в июне. А запись только у него там, в общем, записались уже давным-давно. Но, естественно, видимо, не знаем, почему докторов вообще нету. И только дали за место этого июня нам дали на декабрь, ноябрь, вот так где-то, представляете? То есть, даже человеку, у которого проблема, записаться очень трудно. То есть, с докторами здесь, ну, в общем, проблема. Их не хватает. Короче говоря, вот так, одним словом. Вот. А хорошо или плохо, как я уже сказала, как везде. Вот, как везде. Единственное, может быть, здесь оборудование. Не знаю, сравнивать ни с чем не буду, потому что уже сравнивать ни с чем. Вот, просто говорю, что есть, как оно есть, как оно происходит. Ну, ладно, вот на этом, на медицинскую тему, как бы я вам вроде бы рассказала. Может, какие-то еще вопросы будут. Может, я что-то не точно сказала. Ну, в принципе, могу и уточнить в следующий раз, если это будет кому-то, ну, интересно. Ну, вот так. На этом заканчиваю мое видео. Спасибо вам за внимание. Пока-пока и до завтра. Не знаю, сколько время. Приятного, как говорится, приятной ночи или доброго утра. Всех вас целую и обнимаю. Субтитры сделал DimaTorzok